Какое количество людей способно выдержать наша планета? Нам навязывают мнение, что Земля уже перенаселена, и её ресурсов на всех не хватит. Но так ли это? В этом видео мы приведём факты, а выводы делайте сами. Территория Сейчас на планете проживает более 8 миллиардов человек. Кажется, что мы занимаем огромную территорию. Но посмотрите на карту. В областях, отмеченных жёлтым цветом, живёт столько же людей, сколько на остальной части суши. И даже если предположить, что на каждого человека приходится по 200 квадратных метров Земли, то всё человечество с комфортом разместится на территории равной площади всего одного штата США – Аляски. А если количество людей увеличится даже до 50 миллиардов человек, то и тогда мы будем занимать не более 25% всей пригодной для жизни суши. А что насчёт еды, воды и энергии? Ресурсы Сегодня технологии позволяют обеспечить людей экологически чистой едой и водой в неограниченном количестве где угодно. Продукты питания можно выращивать на вертикальных фермах без использования пестицидов и химикатов в любом регионе планеты, независимо от климатической зоны и даже непосредственно на территории жилого комплекса. Например, как в концепте стрекоза. Это строение занимает 132 этажа и 600 метров по вертикали. Стрекоза может вместить 28 различных сельскохозяйственных полей для выращивания не только фруктов, овощей и зерна, но также для животноводства. Широкое внедрение вертикальных ферм позволит нам отказаться от больших посевных площадей и пастбищ для выпасов ската. В 30-этажной пирамидальной ферме Диксона-Диспамье также можно выращивать фрукты, овощи, рыбу и птицу в одном залкнутом цикле. И почти каждый элемент в ней рециркулируется. Одна такая ферма может прокормить около 50 тысяч человек в год. Таким образом, ответ на проблему горизонтального земледелия заключается в том, чтобы переместить горизонтальную ферму в вертикальную. Взять то же самое количество земли и расположить ее вертикально и получить круглогодичное производство сельхозпродукции. При этом в помещении можно создать оптимальные условия для растений и животных. Такой способ выращивания позволяет повысить урожайность в десятки раз и экономить до 95% воды по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Вы можете подумать, что на внедрение вертикальных ферм потребуются годы. А вот и нет. Только в США 20% офисных зданий пустуют. Эти помещения можно перепрофилировать под вертикальные фермы. А в Канаде компания AgriPlay Ventures уже преобразовала часть малоиспользуемых офисных помещений в одну из крупнейших закрытых городских ферм страны. Построить новые здания также не является проблемой. Опыт китайских строителей показывает, что 30-этажный пятизвездочный отель можно возвести за 15 дней, а 57-этажный небоскреб за 19 дней. Получается, для строительства одной 30-этажной вертикальной фермы нам потребуется всего 15 дней. А если нужно 200 ферм – тоже 15 дней, потому что строить их можно одновременно. Очевидно, что при таких технологиях нехватки продовольствия не должно существовать. Но сегодня огромное количество людей живет в состоянии постоянного голода и нехватки питьевой воды. И это в то время, когда мы уже можем извлекать влагу даже из воздуха. Это могут делать атмосферные генераторы воды. Итак, технология заключается в том, чтобы взять воду из атмосферы. 90% воды в атмосфере находится в газовой, а не в жидкой фазе. И количество всей этой воды равно, почти равно количеству воды, которая мы имеем в жидком виде на поверхности. Либо в виде поверхностных или подземных вод. В целом, я назвал устройство для получения воды генераторами атмосферной воды. Итак, генератор атмосферной воды забирает пар из воздуха, охлаждает его и конденсирует. Собирает конденсирующуюся через него воду, подвергает ее некоторой обработке и производит питьевую воду для использования. С помощью этой технологии мы сможем обеспечить все население Земли чистой питьевой водой, удовлетворить все хозяйственные и производственные нужды и даже пустыни превратить в цветущие сады. Повсеместно применяя генераторы воды из воздуха, мы сможем также решить глобальную экологическую проблему – очистить океан. При испарении влаги микропластик поднимается с водной поверхности в атмосферу. Проходя через фильтры устройства, он остается в них. Этот микропластик, как и весь другой мусор, можно безопасно утилизировать, и для этого уже тоже есть технологии. Отчистив от микропластика океан, мы восстановим его теплопроводную функцию. Кроме того, когда мы забираем влагу из атмосферы в парообразном состоянии, атмосфера очищается от метана и СО2. В результате улучшается теплопроводность самой атмосферы, то есть тепло лучше отводится в космос. Сейчас верхние слои атмосферы разряжаются, и она уменьшается по высоте. А при интенсивном отборе влаги из атмосферы происходит ее нормализация по высоте, и верхние слои становятся более плотными. Стабилизируется количество влаги в атмосфере, что уменьшит количество экстремальных осадков и ветров. Но следует понимать, что эта установка не может решить проблему климата, так как причина изменения климата не в атмосфере. Атмосферные генераторы воды способны лишь смягчить последствия изменения климата и ускорить выздоровление планеты при условии, что мы решим основную проблему — защитим планету от внешнего космического воздействия. Итак, с помощью установок по конденсации воды из воздуха и вертикальных ферм мы могли бы уже сейчас обеспечить чистой питьевой водой и прокормить все население Земли без вреда для экологии. И с такими технологиями увеличение количества людей не является проблемой. Тогда почему они не внедряются? Одна из причин — это потребность в огромном количестве энергии для их работы. А для массового использования необходимо, чтобы она была еще и экологически чистой. Где же нам взять такую энергию? В современном мире, где энергия становится все дороже и опаснее, где климатические и геодинамические изменения угрожают нашей жизни и жизни самой планеты, где миллиарды людей страдают от недостатка ресурсов и возможностей, есть технология, которая может очень многое изменить. И эта технология — бестопливный генератор, сокращенно — БТГ. Бестопливный генератор — это устройство, которое может производить неограниченное количество чистой, дешевой и безопасной электрической энергии из ничего, образно говоря. Для работы бестопливного генератора не нужна нефть, уголь, газ или ядерное топливо. БТГ преобразует в электричество те энергии, которые уже присутствуют вокруг нас в неограниченном количестве. БТГ может быть основан на различных принципах, таких как магнитные поля, вакуумная энергия, холодно-термоядерный синтез, антигравитация и другие. Бестопливный генератор может принести огромную пользу людям, потому что БТГ не загрязняет окружающую среду, не создаёт радиоактивных отходов. При этом он может работать в любых условиях, в любом месте, в любое время. Такие генераторы могут питать дома, производство, вертикальные фермы, транспорт, коммуникации, космические корабли и даже целые города. Представьте себе мир, где вы забываете, что такое заправлять свой автомобиль, заряжать телефон или платить за электроэнергию, потому что энергия у вас и так всегда под рукой. Так вот, такой мир — совершенная реальность, потому что это всё возможно уже сейчас. Бестопливные генераторы уже как сто лет были изобретены, протестированы и использованы в разных частях мира. И сегодня многие специалисты занимаются разработками БТГ и добиваются впечатляющих результатов. Сейчас мы познакомим вас с несколькими примерами работающих бестопливных генераторов, о которых расскажут сами их разработчики. То, что вы увидите, — это лишь малая доля из огромного количества существующих сегодня БТГ. Специально для участников проекта «Созидательное общество» и для форума «Глобальный кризис», «Ответственность» — разработчики БТГ из разных стран мира дали интервью, где пояснили, как устроены их установки и как они используются. В октябре 2023 года волонтёры Созидательного общества были приглашены на Международный конгресс по свободной энергии, который проходил в Швейцарии. Мы познакомились с совершенно разнообразными подходами к генерации свободной энергии. Например, учёный-разработчик Хартмурт Тоблер продемонстрировал электростанцию, которая генерирует энергию из стоячей воды. Внутри колонны, наполненной водой, непрерывно движутся ковши вверх-вниз. Когда ковши достигают дна колонны, в них закачивается воздух, из-за чего они всплывают. А на поверхности они освобождаются от воздуха, переворачиваются и снова тонут в воде. И так непрерывно. Эта цепь передаёт вращение генератору, который питает компрессор и выдаёт дополнительную электроэнергию. Эта установка высотой примерно 8 метров находилась около 3,5 лет в городе Шпихе рядом с Кёльном. Генератор выдавал мощность около 58 киловатт, а компрессор потреблял примерно 4 киловатта. Таким образом, у нас была выходная мощность в 54 киловатта электроэнергии, которую мы рассеивали на нагревательном элементе. Мы полностью отказались от использования электросети, преобразуя всю энергию в тепло. Позже установка была модернизирована. В результате мы разработали установку с мощностью 500 киловатт и высотой 25 метров. Однако на этот раз она была установлена не на поверхность, а вкопана в землю. Такой пример говорит о том, что нет границ в расширении горизонтов открытия источников свободной энергии. Еще один научный прорыв в сфере чистой энергии – это система, которую разработал Роберт Холкомб, доктор медицинских наук, соучредитель Холкомб Scientific Research и Ирландской научно-исследовательской компании. Мистер Холкомб пригласил волонтеров Создательного общества на демонстрацию рабочей модели ПТГ, которая проходила во Флориде, США. Данная система использует энергию движущихся электронов в атомах железа, превращая ее в полезный электрический ток. Железо, приведенное в возбужденное состояние, будет вырабатывать в 4 раза больше энергии, чем требуется для его возбуждения в данной системе. Таким образом, мы получаем КПД в 500%. А общая мощность, которую способен выдать прибор, зависит от его размеров. Энергия постоянно генерируется за счет вращения электронов в атоме железа. Люди меня спрашивают, даже ученые, а как долго будет вращаться электрон? Что ж, вероятно, вы не сильно разбираетесь в химии или металлургии, или в чем бы то ни было, если задаете такой вопрос. Потому что если бы электроны в элементах перестали вращаться, мы бы все рассыпались в пыль. Все во Вселенной превратилось бы в пыль, потому что это именно то, что связывает Вселенную воедино. Также, эта автономная система HES работает независимо от какого-либо внешнего источника энергии на самозапитке, то есть обеспечивая себя энергией и одновременно питая любые электрические устройства. Holcomb Energy System является автономной и самоподдерживающейся, и эта единственная установка прямо сейчас обеспечивает энергией наше здание площадью 1100 квадратных метров. Автора следующей разработки мы, к сожалению, не можем вам представить, так как он пожелал оставаться инкогнито в целях безопасности. Дело в том, что в современном потребительском обществе разработки БТГ, мягко говоря, не приветствуются традиционной индустрией. Этот исследователь также продемонстрировал нестандартный подход к законам физики для извлечения свободной энергии. В частности, он сумел обойти правила Ленца, используя силу магнита и гравитации. Он обнаружил, что в генераторе с ротором из постоянных магнитов возникает прибавка энергии и связал это явление с громитомагнитным эффектом. Это явление, скажем так, особенное, потому что предположительно мы извлекаем энергию из квантового вакуума, то есть из квантовых флуктуаций вакуума. Мы можем использовать эту машину в любой точке Вселенной, потому что в любой точке Вселенной мы найдем квантовые флуктуации вакуума, то есть в любой точке пространства при любых условиях, скажем так, магнитного поля, если говорить о геомагнитных полях планет. В настоящее время наша машина имеет КПД, равный 200%. Целью создания этой машины было просто продемонстрировать, что у нас есть возможность добывать энергию без использования топлива. Здесь используются только магниты и проводники. А вот еще один изобретатель из Зимбабве — Тапива Мовангани. Это пример того, как можно, стремясь помочь людям, собрать из подручных легкодоступных материалов бестопливный источник электрического тока. Его устройство состоит из трех аккумуляторов и инвертора для преобразования постоянного тока в переменный, что позволяет подключать обычные бытовые приборы. А чтобы аккумуляторы обеспечивали необходимую мощность на выходе и при этом не разряжались, он использовал несколько подходов для их постоянной подзарядки. Еще одна вещь, которую мы используем, это зарядка самих устройств радиантной энергии или атмосферным электричеством, если это можно так назвать. В дополнение к этому мы также используем некоторые принципы талурических токов в Земле. То есть талурические токи — это, по сути, естественно возникающие электрические токи, которые текут параллельно поверхности или под поверхностью Земли. И третий ресурс, который мы используем в данном случае, это энергия воды зоны исключения. Поэтому ключевым моментом является возможность собрать очень простую, скажем так, ячейку, работающую на принципах воды зоны исключения, или воды четвертой фазы, которая позволит вырабатывать необходимый ток для подзарядки этих аккумуляторов. Из наших пробных запусков, как я уже говорил, самый первый прошел 22 августа. Мы получили выходную мощность 1 кВт ампер или 1 кВт. Это 1000 Вт, но это не предел. Весьма необычным способом сумел использовать правила рычага и силу гравитации изобретатель из Казахстана. Марату Палмахову удалось заставить обычное водяное колесо вращаться бесконечно долго, без подвода энергии. В своем изобретении он применил генератор, который приводится во вращение от водяного колеса, а вырабатываемая им энергия направляется обратно на подачу воды в колесо. Машина сама себя питает и выдает электроэнергию потребителю. Какой принцип работы ГЭС? Под давлением выдается вода и раскручит турбину. Я создал то же самое, только без давления воды, а при помощи маховика. На маховике подается вода, определенное количество, которое раскручит шкив. И тот будет раскручивать генератор, который тоже будет питать свой же аккумулятор, свой же насос и дальше будет поддавать на дальнейшее потребление. То же есть закон рычага. Соответственно, чем длиннее рычаг, тем, соответственно, энергия больше передаваться будет. Следующее устройство, о котором мы расскажем, разработал немецкий математик и предприниматель Хольгер Торстен Шубарт. В развернутом интервью специально для Созидательного общества он подробно описал принцип работы созданного его командой устройства под названием MutriinoVoltaic PowerCube. Оно представляет собой сэндвич множества чередующихся слоёв графена и ликированного кремния. Технология основана на преобразовании кинетической энергии частиц в электричество благодаря колебаниям атомов графена, принимающих эту энергию. MutriinoVoltaic — это сборщик энергии. Он не производит энергию. Он преобразует энергии, которые уже присутствуют. А вокруг нас много энергии. Наш подход заключается в том, что мы создаём большие физические поверхности, при этом возникающей энергии гораздо меньше. Вот почему такое устройство Cube, которое выглядит очень компактным, но площадь его полупроводниковой поверхности достигает полутора тысяч квадратных метров. Это означает, что по сути этот Cube — не что иное, как сложенный фотоэлемент гигантского размера, который взаимодействует с невидимым светом. В результате получаем чистую выходную мощность. Это то, что мы имеем сейчас. Его можно было сделать и других размеров. Выходную мощность — 5 киловатт. И этого вполне достаточно для большой квартиры или для небольшого дома. И если вам нужно больше, вы просто берёте два. Также мистер Шуберт поделился с участниками Созидательного общества своей мотивацией неуклонно двигаться вперёд в разработке и повсеместном введении БТГ в мировом обществе. Энергоснабжение имеет отношение к миру, к жизни, к образованию, к свету. Если у вас нет энергии, вы не можете даже конкурировать в современном мире. Многие континенты изолированы. Войны, которые мы ведём сегодня в этом мире, геополитические конфликты всегда вызваны распределением оставшихся ископаемых ресурсов. По моему личному мнению, и именно поэтому я возглавляю данный проект, я считаю, что если в будущем этот вид энергоснабжения станет основным, то мир может стать лучше и спокойнее. И ради этого стоит преодолевать все эти проблемы и трудности, через которые я прошёл за последние 15 лет. И если взять все эти миллиарды и триллионы, которые тратятся на вооружение, то с их помощью можно было бы обеспечить всех людей энергией, продовольствием, образованием и решить все эти проблемы. А теперь я вам вот что скажу. Сегодня мы находимся на том этапе, когда это больше невозможно остановить. Сегодня мы находимся на том этапе, когда слишком много людей поняли, как это работает. Пример, который вы сегодня услышали, это яркое доказательство того, что нам уже доступна неограниченная чистая энергия для производственных и бытовых нужд. Эти технологии, которые способны обеспечить необходимой энергией всех людей на планете в неограниченном количестве и 8 миллиардов человек и даже 50. А как показывает история, каждый новый миллиард людей дает импульс развитию цивилизаций и позволяет совершить технологический прорыв, который выводит нас на более высокий уровень и открывает для общества новые возможности. Давайте подведем итоги. У нас есть достаточно территорий для комфортного проживания как минимум 50 миллиардов человек. Есть возможность обеспечить всех людей продуктами питания и водой. Есть неограниченная, чистая энергия для производственных и бытовых нужд. К тому же, чем больше людей, тем больше научный и творческий потенциал человечества. Только представьте, сколько проблем могло бы решиться, если бы эти технологии ввелись в повсеместное использование. Но почему-то пока этого не происходит. Потому что их невозможно внедрить в потребительском формате общества, в котором мы живем. Например, если сейчас перейти на БТГ во всем мире, то энергетическая сфера станет ненужной. Закроются электростанции, заводы, шахты, нефтепроводы, автозаправочные станции. Миллионы людей останутся без работы, а это неминуемо приведет к экономическому коллапсу, росту нищеты, преступности и хаосу. Но как же внедрить столь необходимые нам технологии и при этом не допустить краха экономической системы? Для того, чтобы это сделать, необходимо изменить формат общества с потребительского на созидательный. В таком формате целью экономики является обеспечение высокого уровня жизни каждого человека. Все люди получают безусловный базовый доход и защищены от экономических и социальных рисков. В этих условиях становится возможным повсеместное внедрение БТГ, а это позволит массово использовать вертикальные фермы, генераторы воды из воздуха и другие передовые технологии. Наличие доступных источников воды и энергии сделает производство всех товаров значительно дешевле. Это может стать нашей реальностью, если люди возьмут на себя ответственность и решат изменить формат общества. Принять такое решение можно лишь тогда, когда знаешь, что выбор есть. Поэтому сейчас очень важно, чтобы все люди услышали о возможности построения созидательного общества. Объединившись в одной идее, мы легко сможем построить мир, о котором мечтает каждый. Но все начинается с тебя, мой друг, с твоего решения оповестить людей о том, в каком мире мы можем жить, если захотим. И для этого всего лишь нужно начать говорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!